Прямо сейчас спецпроект Абзаца «Классный тревел». Шестиклассник Влад, как вы знаете, с мамой приехали в Торонто, чтобы посмотреть, как учатся его канадские сверстники. А жить он там будет на настоящей ферме. Чем она отличается от украинского села, и почему люди там наотрез отказываются переезжать в город? 30 стран, 12 месяцев, один школяр и одна мама. Вперше в Украине и только в Абзаце. Шестиклассник Влад и мама Таня – незвичайные украинцы. Они продали свои речи и авто, и шкурнули у навколо святку. Уси свои внятки на відеопригоди они переселают мне, чтобы я показала вам. Это шаленный эксперимент у режиме реалити. Влада, что у вас там произошло? Сейчас едем ночевать в аэропорт. Знову почалося. Нам не привыкать, Алина. Но можно даже сказать, что нам повезло. Думаешь? Дело в том, что в аэропорту Торонто бежевые удобные лампочки, на которых сидят. И не только это. Мы уехали от нашего каусерфера. Прекрасный каусерфер. Нам очень понравилось. Мы просто обожаем. Но к нему приехали родственники погостить и нас попросили съехать. Так что сейчас я расскажу вам, как нужно спать в аэропорту. Существует международный рейтинг «Золотая подушка», в котором оценивают аэропорты с точки зрения удобства ночлега. Аэропорт в Торонто входит в десятку лучших для поспать. Выгодно и удобно. Первое – это удобные кресла. Для нас важнее всего, чтобы не было ручек между сиденьями, чтобы можно было нормально лечь. Но лучше всего, когда есть отдельные лаунжи с креслом. Второе – это Wi-Fi. Важно, чтобы он был бесплатным и быстрым. Третье – розетки. Главное – вблизи от сидений, чтобы можно было спокойно заряжать свои гаджеты. Четвертое – важно, чтобы была игровая зона для детей. Пошли. Ой. Ес. Я сюда еще влезаю. Бесплатная тележка. Мелочь, но приятно. Еще важно, чтобы аэропорт работал круглосуточно. А то у нас уже был такой случай в Италии, что нас выглядели прямо посреди ночи. Лифты разрисованы. Симпатично. У вас звончики стоят. Можно бесплатно брать кипяток для чая. В общем, уютно. Позарядив технику, ложусь спать. Правда, перед сном еще написал новым каупсерферам в надежде, что нас все-таки приютят. На утро нас ждал сюрприз. Сейчас мы едем к нашей новой каупсерферше Аккерине. Мало того, что она живет на ферме, у нее еще есть сестра, моя одногодка и Пященко. Ну что, похожи мы на нас прежних. Куча рюкзаков, мы куда-то топаем. Ангелина предлагала нас забрать с автобусной остановки, но мы отказались. Выход на окраину Торонто решили, сами пройдемся. Но это была плохая идея. Не поверите, но мы уже где-то 4,5 километра идем пешком. Мы шли, 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 потом свернули, опять шли, шли. А мы все еще не добрались. Пришли на какую-то ферму. И нам сказали возвращаться назад. Да уж, неужели снова начинаются какие-то проблемы? Вот, пойдем. Быстрее. И мы пошли с ускорением. Так, ну что, мы уже подходим к нашей ферме. Мы молодцы. Не остановились, не заплакали, не развернулись, не уехали в Украину. А, да, шли. Устал на счастье. Честно говоря, я ни разу не был не то, что на настоящей ферме, а даже в деревьях. А вот и щеночки мои пушистики. Ангелина не обманула и сразу поселила нас. Нашла видна такая комната. Дала нам одна из сестричек. Нажечь в ней. Очень видная комната. Нам здесь нравится. Да. Для начала осмотрюсь. Предлагаю начать с конючней. Вон, какая красавица. Так, пошли дальше. Пошли. Привет. Ее зовут Севен, потому что она родилась 7 июля 2007 года. И не удивлюсь даже, если понадобилось 7 часов, 7 минут и 7 секунд. Дом трехэтажный, так что есть на что посмотреть. Так, поднимаемся в ангар. Круто. Части от комбайна. Я видел такое что-то. Короче, оно будет высыпать зерна в грузовик. Так, крыша от машины. Ничего удивительного. Вот обитатели этого ангара. Тут живет 5 кошек. Вот. Вот это все, это их дом. Это честер. Свободный петух. Сетка для баскетбола. Это одна из самых популярных игр в Канаде и в Америке. Как же тут без сетки обошлось. О боже, батут. Да это же как в настоящем парке аттракционов. Мамочка родная. И это еще не все. Торзанка. Скейт там где-то, на котором никто из этой семьи ездить не умеет. Я решил стать первым, кто научится. Взял Канад и подтягивал себя к нему. А потом мы с Джастин, 12-летней сестрой нашей хозяйки, устроили настоящее соревнование по джампингу в сарае. Такое впечатление, что я попал в другой мир. Тут никто не нервничает. Есть все, чтобы люди могли расслабиться. Далее курятник. Вот такие прекрасные обитатели. И вот, кстати, домашние яйца. Не знаю, меня это очень радует, что когда ты живешь у себя отдельно, в своем доме, со своим хозяйством, то у тебя всегда хорошие, свежие продукты. Потому что они свои. Обожаю яйца жарить. Мы пошли на улицу. Оказывается, ферма – это круто. Я обожаю это место. Правда, мы еще шашлыки не ели. Тут есть мангал. И это все. Все, больше ничего не надо. Тут можно вечером сесть с гитарой. И горит огонек, жарится шашлык. Эх, прекрасно. Дальше столик, за которым в хорошую погоду можно прекрасно покушать на улице. Пичка, тележка, чтобы дрова лазить. Вон там кусочек дровины есть. Это я без понятия, что это. Давление написано. А внутри живут все те же щенки. Вот это и дом, чтобы было мягко и прохладненько. В общем, вы видите, ферма очень и очень большая. Куча машин, тракторов, квадроциклы, мотоциклы, лошади, огромный сарай размером с аэродром. Я просто в раю. А поскольку сегодня воскресенье и вся семья в сборе, они еще и вместе все играют в волейбол. Как в фильмах. Круто! Еще один батут? Оказывается, это для того, чтобы когда погода хорошая, дети могли прыгать на свежем воздухе. Вот это да! По-моему, я влюбляюсь в ферму. Хотя у наших деревянских детей, наверное, нет по два батута во дворе. После игры Ангелина провела нас по участку, хотя я поначалу воспринимал его как лес. На весне все покрывается квитами, а сейчас тут ростет дитый часник. Если выкопать, можно есть. И просто так друзья Ангелина представили на этом участке такого домика шалаш. Живут же люди. Но самый экшен ждал меня позже. Ралли по пою. Теперь решили покататься на квадроцикле. Поэтому мы с Джастин пошли к ее папе в гараж искать насос, чтобы подкачать колеса. Я в шоке! Сколько всего классного можно делать детям. Считай, каждый день как каникулы. А вечером моя новая подружка удивила нас с мамой еще и музыкальным, так сказать, репертуаром. Оказывается, щедрый украинского композитора Леонтовича у них очень популярен. Легли мы рано и уже с утречка вызвались поработать. Ну что ж, бросаю вызов сельской работе. Интересно, кто кого? Кто она сказала тебе сделать, хозяин? Она мне сказала, что собрать все бочки в кучу. Пираминки построю, точно. Так, построю. Еще надо проверить, чтобы внутренне было сухое. Сейчас времени, и я поскладывал эти бедра стопками. Ланя, какое твое второе задание? Твое задание прекрасное на трансляху. Чувствую, уже руки и спина начинают побаливать. Третье задание – это перемыть вот такие вот железные штучки. Это краники, которые они вставляют в клены, чтобы добывать из них сок. А потом делают свой национальный кленовый сироп. Легко? Мам, не очень. Мое четвертое задание сложновато – отпиливать ненужные ветки. Я их пилил, 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 пилил. Но в итоге мама пришла на помощь. И вместе мы справились. За это мне фермер разрешил сесть за руль и вывезти ветки на своем фермерском грузовике. Не ему верно! Уже много что сделали. Ну, хочу сказать, нелегкое – это дело трудится весь день. Тем не менее, никто из пяти детей в этой семье не хочет уезжать из села и связывать свою жизнь с городом. И юридически их ферма находится все еще в сторонке. Ты решил стать фермером? Ну, конечно, это дело интересное, но я не могу столько времени проводить с тобой или с неделями. Что далее? Дальше мы будем продвигаться в столице Канады оттал. Причине оттал, как они тут все говорят. Ну что ж, божаю тебе успеху и тоди до зустричи в абзаце уже наступной пятнице. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok